Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Жилье для будущих специалистов. В Самаре строят общежития для студентов университета. В Самаре изменится правило благоустройства. Горожане смогут высказать свои пожелания на сайте. Депутаты Госдумы вышли в народ. Парламентарии столицы отправились в регионы узнать о нуждах граждан. Гонки по снежному бездорожью. Сотни самарцев на внедорожниках и квадроциклах испытали себя и технику на прочность. Вопрос самоопределения стоит острый для обитателей зоопарка. Чтобы найти пару крокодилов, сотрудники выяснили его пол. Самарский университет получит новое современное общежитие. Об этом стало известно на заседании наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева. Участники совещания приняли решение, которое повысит привлекательность и конкурентноспособность вуза. Подробности в нашем следующем сюжете. Новое общежитие вуза построят на пересечении улиц Гая и Врубеля. 16-этажное здание будет рассчитано на 90 квартир. Улучшены планировки для студентов и преподавателей. Строительство уже идет. На это из федерального бюджета выделили больше 300 миллионов рублей. Провели уже работу реконструкции трансформаторной подстанции. Подвели площадки электричества, подвели тепловые сети. Смонтировали, вырыли котлован. В настоящий момент ведутся работы по забивке свай, обустройству подземной части и выход на уровень первого этажа. Еще один вопрос о заключении госконтрактов на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной программы по развитию авиационной промышленности. В конце 16-го года Минпромторг России объявил конкурс на изготовление новых материалов, в котором вуз намерен участвовать. Объем научно-исследовательских работ составляет почти 400 миллионов рублей. Прописаны задачи этого проекта. Они связаны по широкому спектру применения новых технологий и новых материалов в конструкции планеров, в конструкции интерьера планеров, в конструкции механизации крыла самолета. Ну вот, хотели бы принять участие в выполнении работ. Для нас это особенно важно, потому что экспонент объявляется в Министерство промышленности и технологии. Нам очень важно в университет уходить, завязывать контакты с Министерством промышленности и технологий. Участники Совета обсудили и итоги работы вуза за 16-й год. В апреле на орбиту с космодрома Восточной вывели спутник АС-2Д, разработанный в Самарском университете. Продолжается работа с крупнейшими предприятиями региона, такими как «Прогресс», «Кузнецов» и «Металист». Кроме того, Самарский университет уверенно повышает свои позиции в мировых рейтингах вузов. Потенциал есть для того, чтобы нам с каждым годом более активно продвигаться в этих рейтингах, а это влияет и на глобальный рейтинг. Впервые мы попали в рейтинг «Таймс», который мы попали в 800 плюс вузов. Нас раньше там вообще не идентифицировали. Но это не означает, что мы все сделали. Далеко не все. Мы на первой ступеньке, и продвигаться нужно нам быстрее, чем другим вузам. Губернатор одобрил отчет вуза и рекомендовал активнее набирать на обучение победителей Олимпиад. «Когда мы итог подвели, сколько мы по итогам Олимпиад приняли? Мы приняли 16 человек в прошлом году. А Новосибирский университет принял 84. Это победителей Олимпиад по физике, химии, математике. Математики. Видите, как они? Работу эту проводят. Если мы в срочном порядке не развернемся, мы будем терять. И нам будет очень сложно конкурировать. Эта тема очень важна. Кого будем учить и кто на выходе у нас будет. Это будут оцениваться рейтинги наши в программе 5-100». Также перед Самарским университетом по-прежнему стоит задача войти в топ-100 лучших вузов мира. Лариса Шлафаст, Василий Калдашов. События. Сэкономят на проезде. Транспортные расходы правительства Самарской области существенно снизятся. Автопарк сократят более чем на 30 автомобилей. Машины старые и нерентабельные. На их обслуживание уходит немало средств. При этом отечественные автомобили постепенно вытесняют из гаража иномарки. На что пойдут сэкономленные деньги, узнала Марина Кравцова. Вскоре в правительственном гараже станет больше свободных мест. Автопарк сократят на 34 легковых автомобиля. Сейчас он насчитывает 303 машины, в том числе автобусы и грузовой транспорт. Самым старым авто больше 10 лет. Они колесили по городу и по области. Износ большой, а значит и расходы на ремонт существенные. Сокращение парка позволит сэкономить значительную сумму на обслуживание автомобилей. Вот все эти 34 автомобиля, это у нас Вилы и Нивы. Вилы у нас 2006 и 2007 года. Сами понимаете, срок большой и уже затрат на обслуживание, на ремонт достаточный. Машины передадут областному министерству имущества. И в зависимости от состояния транспорта будет решено, что с ним делать. Правительство региона пересаживается на отечественные. Достойная замена иномаркам новинки ВАЗа – Лада Веста. В прошлом году и в начале этого приобрели 16 таких машин. Водитель Виктор Арпишкин считает, Веста ничем не уступает более дорогим авто, а по некоторым параметрам и превосходит их. Легкое в управлении, обзорность хорошая, сиденье удобное. В смешанном цикле 7,1 расход топлива. Форт Мондео побольше расходует. Переход на машины Тольяттинского автозавода – тоже существенная экономия. И на бензине, и на обслуживании, и на запчастях. Пока тратиться пришлось только на ТО. По инициативе губернатора Николая Меркушкина, оптимизировать расходы на государственное и муниципальное управление будут и по другим направлениям. На 10% сократят расходы на зарплаты областных служащих. 15% сэкономят на содержании региональных госучреждений. Мы тратим на управление около 8 миллиардов рублей. Тратили почти 11. Нам надо как минимум в ближайший год, в ближайшее время, еще на 3 миллиарда сократиться. Эти деньги планируются направить на адресную социальную поддержку многодетных семей, детей-сирот, семей с доходами ниже прожиточного минимума. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Запись в первый класс началась сегодня в Самаре. Прием детей ведется в общеобразовательные школы по месту жительства. Уже в первые 10 минут поступило почти 4000 заявок. Сотрудники областного и городского департаментов образования говорят, многие родители перестраховываются, подают сразу несколько заявлений в одну школу. Прием заявок ведется через интернет. После подачи электронного заявления нужно прийти в школу с документами, свидетельством о рождении, о регистрации ребенка паспортом одного из родителей. Дорога в Сколково начинается с Малого. В Самаре проходит второй окружной робототехнический фестиваль. Самым молодым участникам по 6 лет. Юные конструкторы представили роботов, которых сделали своими руками. С молодыми учеными и их электронниками знакомился Сергей Ромашов. Роботы вместо кукол. Интересы Алики Авдеевой отличаются от увлечения многих ее сверстниц. Робототехникой девочка занимается уже три года. Говорит, что это помогает ей в жизни и в учебе. О своем хобби рассказывает с блеском в глазах и очень рассчитывает на победу. Я участвую в соревнованиях Траектория. Задача в соревнованиях Траектория – проехать по линии. И так, чтобы не сбиться с нее, я уже ездила на робофинист в Санкт-Петербург. Надеюсь, если мы сейчас пройдем в Москву, там мы займем первое место. Стать лидером в фестивальных конкурсах – задача не из легких, ведь талантливых участников много. На робофесте в прошлом году свои работы представили 364 молодых инженера, в том числе и из соседних республик. На конкурс в Москву были отобраны меньше половины. В этом году желающих не убавилось, поэтому организаторам пришлось продлить соревнования. Сегодня у нас соревнования, в отличие от предыдущих лет, проходят два дня. Это 30 января и 31 января. Проходит оно на территории Самарского государственно-технического университета. Ежегодно увеличивается количество участников робофеста. Всего на фестивале представлено 5 площадок. В командах по 2 человека. Один участник собирает робота, второй задает ему программу на компьютере. Такое по плечу далеко не каждому взрослому. А вот дети на робофесте приводят свои изобретения в движении, кажется, без особого труда. Организаторы надеются, что внимание талантливой молодежи к сфере высоких технологий будет расти и дальше. Может быть, именно эти ребята помогут сделать роботов частью нашей повседневной жизни. Вот такой вот малыш будет развозить клиентам кофе в кафе. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов. События. Самарцам предлагают обсудить изменения правил благоустройства. Проект поправок разработал Департамент городского хозяйства и экологии. Познакомиться с документом можно на сайте администрации и профильного департамента. Свои предложения и замечания горожане могут высказывать как индивидуально, так и коллективно. Изменения касаются сферы обращения с отходами, ремонта внутриквартальных проездов, уборки города зимой и летом, содержания урн и лавочек и окраски фасадов зданий. На еженедельном совещании в городской администрации глава Самара Олег Фурсов поручил собрать все предложения от жителей в течение двух месяцев. Через общественные советы и ТОСы обсудить этот документ, собрать максимальное количество предложений о том, что нужно предпринимать власти и жителям для того, чтобы город работал и жил по определенным правилам. Это очень важно. До 31 марта, как уже было сказано, очень предметно, детально проработать все предложения, собрать эти предложения, во-первых, проработать и формализовать. Заплати за себя и за того парня. С 2017 года введено еще одно упрощение. Оплачивать налоги можно не только за себя, но и за любого другого человека. Причем, если нет времени посетить налоговую инспекцию, она посетит вас. В Самаре приступили к работе мобильные налоговые офисы. В первый же день работы выездной приемной в ней побывало более ста человек. Налоговая инспекция с доставкой по месту жительства. В Самаре начал работать мобильный налоговый офис. Инициативу поддержала городская администрация. И вот по субботам с 11 до 2 три микроавтобуса с символикой Федеральной налоговой службы выходят в рейс. В эти выходные выездная налоговая приемная работала в микрорайоне Волгарь Кубышевского района Самары. Меня интересовал вопрос о получении логина и пароля в личный кабинет. Очень удобно, мое впечатление, потому что я недавно родила, и мне как бы нет возможности выезжать сейчас куда-то в налоговую службу в рабочие дни. И вот такой выезд, я живу в соседнем доме, и очень удобно. Я вышла, просто ребенка оставила в выходной у папы и быстро решила свой вопрос. Первый опыт работы мобильного офиса показал, что от посетителей нет отбоя. У многих жителей просто не хватает времени, чтобы доехать в налоговую инспекцию. А здесь можно получить ответы на все вопросы. По имущественным налогам, льготам, налоговым вычетам, подключению личного кабинета. Первыми в маршрутную карту включены самарские новостройки. Дальше проект должен охватить все районы, вплоть до самых отдаленных уголков Самарской области. В связи с тем, что у нас проводится информационная кампания по имущественным налогам, мы подготовили заявление о предоставлении льгот налогоплательщикам. Если к нам обратятся по этому вопросу, значит, бланки уведомлений о выбранном объекте, льготном объекте по налогу на имущество. Также сообщение об объектах налогообложения в том случае, если налогоплательщик не получил уведомления об исчисленном налоге. Мобильный офис должен повысить и собираемость имущественных налогов, а потому выезды будут продолжаться весь год, по два раза в месяц. А если посетителей будет много, они перейдут в еженедельный режим работы. Причем в планах выезды и на крупные предприятия по заявкам работодателей, чтобы люди могли воспользоваться услугой без отрыва от производства. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Эксперты туристического сервиса определили самые бюджетные авиамаршруты за рубежные февральские праздники. Куда выгоднее всего отправиться в выходные, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть в начале недели дешевеет. За один баррель марки «Брэн» дают 55 долларов 50 центов. Валюта тоже подешевела. На 31 января Центробанк установил курс доллара на отметке 60 рублей 16 копеек, евро 64 рубля 43 копейки. Золото стоит 2296 рублей, серебро 32 рубля 70 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 60 рублей 70 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 70 копеек. С 1 февраля в России увеличат все виды пенсий на 5,4% и соцвыплаты на 1%. А 28 число станет последним, когда можно будет оформить приватизацию жилья бесплатно. Эксперты туристического сервиса определили самые бюджетные авиамаршруты на февральские праздники. Это Минск, Кишинев, Вильнюс и Ереван. Авиакомпания «Финейр» приостанавливает рейсы в Самару до конца марта. А «Автоваз» создает специальную команду инженеров для разработки новой модели «Лада». На этом все. Удачи в делах! Гонки по снежному бездорожью. В Самаре прошли спортивно-туристические соревнования «Снежный беспредел». Сотни участников на внедорожниках и квадроциклах испытывали себя и технику на прочность на военном полигоне в поселке Рощинский. Впервые в этом году там прошли забеги на собачьих упряжках. За снежным беспределом наблюдала Олеся Корецкая. Беспредел снежный и не для нежных. Больше ста внедорожников ревут, как стадо бизонов. Старт через пять минут. На машине объехать все точки. И с каждой точкой сфотографироваться рукой за машиной, рукой на точку. Чем больше точек возьмем, тем больше у нас шансов на победу. Мороз не боится? Нет, а что его бояться? Мы тепло одеты, бегать будем быстро. Так что не замерзнем. На улице минус 23, но этим людям мороз не помеха. Они уезжают в снежную степь, чтобы творить настоящий снежный беспредел. Беспредел и доказать всем и самим себе прежде всего, что они могут все. Снежная равнина не всем покоряется с первого раза. Машины с ревом взрываются в сугробы. У всех на устах только одно слово – беспредел. Она повисла на пузе. На днище повисла и не можем ехать. И как дергаем? Как? Дергаем. Будем весны ждать, пока не растает. Весны ждать не пришлось. Помогли активные зрители. На военном полигоне в поселке Рощинске больше пяти тысяч гостей и участников. Снежный беспредел клуб ЦСКА «Самара» устраивает вместе со 2-й гвардейской армией. Военные следят за безопасностью на полигоне, проводят для зрителей показательные выступления. Разрешают пострелять. Все с удовольствием находятся на этом мероприятии, потому что она объединяет и армию, и гражданское население. Погодные условия, они только обостряют чувство здорового адреналина в молодом организме. Ну и нам как бы на будущее интересно посмотреть, молодежь-то принимает участие в соревнованиях. На другом конце полигона работает выставка современного оружия, которое можно трогать руками. И полевая кухня с традиционной гречневой кашей и согревающим сладким чаем. Рядом соревнуются любители экстрима на квадроциклах. Завершают состязания гонки на собачьих упряжках. Дружелюбные хаски с удовольствием позируют и дают себя погладить. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Вопрос самоопределения стоит остр для обитателей Самарского зоопарка. Там проживает самый крупный крокодил в России. В этом году рептилии исполнилось 25 лет. Самое время найти ему пару. Тут-то и выяснилось, что работники не знают, кто перед ними – самец или самка. Марина Кравцова подробнее. Спецоперация в зоопарке. Работают 8 сотрудников. Достают из вольера нильского крокодила Кузю. В арсенале специальные селки, скотч, веревки, носилки и простынь. Хищник оказывает сопротивление. В итоге зоологи все же берут верх. Сначала надо ликвидировать опасность. Перевязать пасть крокодилу, связать лапы, потом аккуратно уложить его на носилки и примотать к ним. Все проходит безболезненно для крокодила. Его решили не усыплять. Не зная точного веса, невозможно рассчитать необходимую дозировку препаратов. Обездвиженное животное несут к промышленным весам. На табло – 131 килограмм. Рост рептилии – 3 метра 15 сантиметров. Половина – это хвост. Его длина – 157 сантиметров. Измерения проводят раз в пять лет. За это время зубастый подрос на 30 сантиметров. Значит, питание и условия хорошие. На сегодняшний момент, по социальным данным, он является крупнейшим крокодилом. Мы его кормим раз в неделю. Он получает питание мяса, курица, мяса, говядины. Даются иногда забитые крысы и рыба. Более крупную добычу он почему-то у нас не старается. У Кузи появился статус самого большого крокодила из всех живущих в зоопарках России. К тому же у него одного есть официальное имя. Успокаивать взволнованное животное принялись все посетители. Им предоставилась уникальная возможность погладить крокодила. Такой теплый, приятно его гладить. Ну, как казалось, многие люди думают, что вот змеи все, рептилии, они почему-то мокрые такие, скользкие, холодные. Но на самом деле нет. Доставать Кузю из комфортных апартаментов понадобилось и для того, чтобы наконец выяснить, какого же пола крокодил. Для этого требуется специальное исследование. После напряженной процедуры взвешивания Кузя расслабляется в теплом бассейне. Крокодила не только взвесили и измерили, открылась главная интрига, которая длилась 25 лет. Кто же на самом деле Кузя, самец или самка? Пояснять это раньше не было необходимости. А сейчас крокодил подрос и может обзавестись потомством. Итак, зоологи установили, Кузя по праву носит свое имя. Это самец. Уже в ближайшее время ему будут подыскивать спутницу. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Депутаты Государственной Думы вышли в народ. Парламентарии столицы отправились в регионы, чтобы на месте выслушать проблемы граждан и помочь их решить. В Самаре в первый же день прошло несколько приемов. Подробности в репортаже Валерии Макаровой. От жителей всего двора на Георгия Димитрова пришла Евгения Новикова на прием к депутату Госдумы Игорю Станкевичу. Вопроса два и оба по благоустройству. Жители хотят продлить асфальтовую дорожку до светофора и сделать бордюр доступным для инвалидов и мам с колясками. А рядом устроить аллею для прогулок. Там, значит, у нас в три ряда растут березки. И вот если мы там сделаем от демократической остановки два тротуарчика между березами, во-первых, красиво очень будет, и будет у нас зона какая-то прогулочная. Те вопросы, которые вы поднимаете именно по прохождению инвалидов, мы об этом говорили в прошлый раз, и я думаю, что по весне этот вопрос должен быть решен полностью. По зоне деревьев, кустарников, ну давайте пригласим специалистов туда, и пусть он нам предложит. Потом вместе с вами выйдем и посадим свое дерево. Многие на прием приезжают из области. Проблемы самые разные. Газификация поселков, организация фермы или улучшение жилья для многодетной семьи. Но найти решение возможно для каждой. У депутата есть много возможностей. Начинать от телефонных звонков, качая депутатским запросам. И у нас есть положение, по которому обязательно на депутатские запросы отвечают как министры, так и региональные министры, так и члены регионального правительства. За первый день приема депутаты федерального собрания приняли 14 жителей Самарской области. Такие же встречи провели парламентарии городской и губернской думы. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. В сети появились фото жуткого железнодорожного ДТП, произошедшего под Тольятти. Снимки публикуют местные СМИ. На фотографиях видно, что поезд изуродовал элитный автомобиль Porsche Panamera GTS, пересекавший железнодорожный переезд. По данным журналистов, виновником случившегося является 51-летний водитель иномарки, который нарушил ПДД. Сообщается, что сам водитель не пострадал. Полицейские выясняют все подробности случившегося. Фонд капремонта взыскал с граждан через суд 52 миллиона рублей. В суд было направлено почти 11 тысяч исков. Кроме того, фонд составил в прошлом году 125 претензий подрядчикам. В основном они связаны со сроком исполнения обязательств. В этом году по краткосрочному плану представители фонда капремонта рассчитывают отремонтировать более тысячи многоквартирных домов. Планируют привести в порядок инженерные системы, крыши, заменить лифтовое оборудование. Первая половина недели в Самаре и области будет весьма морозной, предупреждают областные синоптики. Дневные температуры в понедельник и вторник будут колебаться от минус 15 до минус 20 градусов. Ночами и вовсе около 30 ниже нуля. На небе при этом ясно осадков не ожидается. На несколько градусов потеплеет лишь в среду минус 13, минус 18. Баскетболисты Самары на своей площадке уступили темпу из Ревды в регулярном чемпионате Суперлиги. Подробности матчу Сергея Кизоркина. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольный клуб «Самар» один из лидеров российского чемпионата неудачно выступил на родном паркете в регулярном турнире Суперлиги. Граждане накануне принимали в МТЛ-арене аутсайдеры соревнований «Темп из Ревды» Свердловской области. По ходу матча лидерство захватывала то одна, то другая команда. Нам практически уже нельзя проигрывать, потому что нам нужно в плей-офф. И мы, естественно, на каждую игру настраиваемся, как на последний бой. В принципе, и сегодня получилось так, счастье было немного на нашей стороне. Во-первых, не хватило, не доиграл Зазулин, не было топорова. У вас какие-то тоже объективные причины. «Самар» сумела оторваться от соперника на максимальные 8 очков только в третьей четверти, но удержать набранный темп не удалось. Зато «Темп из Ревды» наоборот навязал хозяевам паркета свой баскетбол. Стремительные контратаки, точные броски с трехочковой дуги, борьба под кольцом на своей и чужой половине поля. В итоге, к середине финального периода гости повели в счете 60-59. Ошибки где-то не выполнили тренерскую установку. И в то же время физически почувствовали, да, немного подсели в третьей четверти. Как и в предыдущих двух матчах «Самарцев» в Суперлиге в Новосибирске и Иркутске, в домашней встрече с «Темпом» все решалось на последних минутах. Сначала штрафные броски вывели вперед «Самару» 66-65. Потом пенальти помогли «Темпу» заявить о победе 69-70. Хозяева паркета на последних секундах не смогли реализовать домашнюю игровую заготовку и потерпели досадное поражение 71-72. Я в конце, например, промазал свой мяч вроде из-под кольца, два очка, очко могли выиграть. Ну, где-то не повезло в каких-то моментах. Все по чуть-чуть, и в итоге вылился конечный результат минус очко. «Самара» оставила за собой третье место в баскетбольной суперлиге на Первом университет Югра. В понедельник, 30 января, очередной домашний матч в МТЛ-арене с Уралом из Екатеринбурга. Соперник занимает восьмую строчку в национальном чемпионате. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Это все новости к этому часу. Увидимся. Продолжение следует...